Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас с вами открытый урок литературы. Мы с вами будем работать на уроке. А для начала давайте посмотрим друг на друга, улыбнемся и сядем в свои места. Пожалуйста, послушайте. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Скажите, пожалуйста, ребята, о чем вы подумали, когда слышали эту музыку? Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 В каком? В 20 столетии. Хорошо. А по каким признакам вы определили, что эти дети жили в прошлом столетии, даже сказали, что во время войны? Как, пожалуйста, было? По одежде. По одежде. Какая у них одежда? Ну, как сказать, деревенская одежда. Деревенская одежда, может. Ну, ладно, скажем так. Еще? Рубахи. Рубахи у них, да? Рубахи по столетию. То есть рубашки такие, да? Такие мы сейчас носим, согласитесь. Хорошо, молодцы ребят. Как вы думаете, с чем детство могло совпасть детство вот этих ребят, которые у нас на слайде? С чем детство? Подумаю. Пожалуйста, Аня. Наших прадедушек, прабабушек. Наших прадедушек, прабабушек. Хорошо. А еще? Еще с чем детство? Ну? С детства наших бабушек и дедушек. Да, мы же сказали. А еще? Ближе уже к нашему произведению. С чем детство? Ну? С детства. С детства. С детства? Вот так. Мальчика. Мальчика. Нашему главному герою могло совпасть? Да. Хорошо. А еще? С чем детство? Кого? Кто связан с этим произведением, помимо этих героев? Ну, давайте другие тоже отвечаем. А кто у нас? А, произведение. Ну, посмотрите, если вы забыли. Так, пожалуйста, кто говорит? Виктор Петрович Остафьев. Говорим громко, да, чтобы было слышно у нас хорошо. Конечно, ребята, давайте посмотрим с вами на экран. Что такое детство для вас? Вот вы сейчас дети, да? А еще меньше говорили, ранее детство. Что такое детство для человека? Как вы думаете? Конечно, вам не так просто удивить, как нам, взрослым, но тем не менее, не делай. Я думаю, что детство – это радость, счастье, свобода. О, как хорошо. Детство – это радость, счастье, свобода. Пожалуйста, Каня, еще что детство? Лучшие моменты жизни. И лучшие моменты нашей жизни – это детство, да? И так хорошо. Скажите, пожалуйста, а какие моменты, сюрпризы, может быть, предметы какие-то связаны с детством? С ранним хотя бы, давайте посмотрим, вспомним. Что вы, может быть, так ждали от ваших взрослых, от родителей, может быть, что было? Игрушки. Игрушки, книги. Молодец. Еще что мы очень любим? Детский сладость вам надо сказать? Сладости. А, сладости. 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 Что у нас такое сладости? Что бывает сладостей? Пожалуйста. Тортики. Тортики. Так, любезные. Ага, вот, любим все сладкое. Хорошо. Ребятки, давай еще что? Сева, давай, что еще может быть? Конфеты. Конфеты. Пряменькие. Конфеты, пряменькие. С кем мы, ребята, очень тесно связаны в нашем детстве? С кем? С кем? Не с чем, да? С кем? Так, ребята, одни и те же. Отвечай, давай. С радостью. С радостью. Мама. Вот как, тесно мы с вами, мама. Смотрите-ка, мама, пряник, детство. Это все светлая сторона детства или темная? Светлая сторона детства. Так, ребята? Давайте сейчас посмотрим, ребята. Вот сюда, на дусть, туда. И у нас получились слова. Бабушка, бабушка, светлая, светлая, детство, пряник, пряник. Давайте подумаем, какая же будет тема нашего урока сегодня. Как мы сможем ее назвать? Подумаем. Давайте, что может быть? Ну как? Светлое детство. Светлое детство. Можно назвать урок еще. Светлое детство. Стафьева. Светлое детство. А Стафьева и его бабушки по главному герою. Да, мы так еще пряник детства. Пряник детства. Как здорово. У тебя тоже был пряник детства. Дядя, воспоминания из детства. Так, ребята? Итак, ребята. Тема нашего урока. Бабушкин пряник. Светлая радость детства. Вы недалеко ушли от этой темы. Вы большие молодцы. Скажите, ребята, а что мы будем сегодня делать на уроке? Каковы цели нашего урока? Давайте. Что же мы будем делать? Цели урока. Пожалуйста. Громко. Делать анализ произведения. Лучше сказать, анализировать произведения. Что же это? Что же сюда входит? Что может? Главный герой. А, изучать главных героев. Так, еще. Еще. Молодцы. Считать отрывки из произведения. Зачитывать отрывки из произведений. Хорошо. Еще. Молодцы, молодцы. Давай, Никит, пожалуйста. Делать сингвейн про героев. Что сделаете? Сингвейн. А, сингвейн, возможно, вы сделаете с героем связанных. Все, что может быть. Хорошо. Так. Ладно, ребята. Молодцы. Что лежит в основе этого рассказа? Так. Пожалуйста. Я думаю, момент из детства Остафи. Так. Значит, история связанная с детством Остафи. Вот так, ребята. Хорошо. Еще. Доброта. Как? Доброта. Доброта лежит. Хорошо. Еще. Громко. Правда. Правда лежит тоже. Есть что-то с правдой связано? Радость. Радость. Ложь. Ложь. Так, ребята. А почему же, почему же это произведение у нас называется «Конь с розовой гривой»? Почему вот не эти названия, которые вы перечислили? Как вы думаете? Почему вот так название? Конь у нас появляется только в конце произведения. А вот почему-то все произведение названо так. Это история связанная с тряником в виде коня с розовой гривой. Оставила большой след в истории Оставьева. И этот пряник ассоциируется у него с детством. Ага. В душе нашего главного героя. А последствия Оставьева мы понимаем, да, о чем говорили. Хорошо. Конечно. Конь с розовой гривой. Давайте, ребята, послушаем нашего героя. Попробуем понять, какие же чувства он испытывает, держа в руках этого сказочного коня. Ну, понятно, он только воображает себя. Итак, пожалуйста, Никита в доске. Подготовьтесь у нас, Никита. Давай. Пряник конем. Это же мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. У него розовые глаза, розовый хвост и розовое гриво. Бабушка никогда не давала мне бегать с куском хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник – это совсем другое дело. Пряник можно положить под рубаху и слышать, как конь бьет своими копытами по голому животу. В ужасе хвататься за рубаху и... Потерям. Потерям. И со счастьем убеждаться, что тут он, конь-огонь. С этим конем и почета сколько, и внимания. Лемонтирские ребятки и так, и это клостятся. И в чижатые от первых бить, и из рогатки стрелять, чтобы им дать откусить или лизнуть этого коня. Если даришь Саньке или Таньке лемонтирским откусывать, то нужно держать под сами то место, которое положено откусить и держать крепко. А иначе Санька или Танька так царна, что останутся отгоняя только хвост до грива. Молодец. Хорошо, садись. Итак, давайте посмотрим на этот отрывок в тексте и скажем, Какими же словами наш любовь передает ощущение этого счастья, радости от этого пряняка, от этого коня? Пожалуйста, найдем эти слова отрывок на странице 64-й, да? Какие слова нам помогают передать ощущение этого счастья? Пожалуйста. Алина. Так, либо у него розовая, хвост розовый, глаза розовый, какой-то твой розовый. Розовый цвет, да, такой. Как будто цвет чего? Макия. Чего? Макия радости. Макия радости. Цвет детства, да? Розовый цвет. Мы любим этот цвет очень детский. Хорошо. Еще какие слова? Бабушка, ты на прянях совсем не будет. Бабушка, не ты дай их своя, таскать с кусками. Левого, ешь в стол, иначе будет холодно. А вот радость, радость. Бабушка, ну прянях совсем другое дело. Он не такой, как все остальное. Садись погромче, ребята, говоря, не слышно. Пряняк можно засунуть в рубашку, бегать и слышать. Такое легает, как будто он в голову живот. Да, приятно, да, вот он легает там, как и тамик в живот. И прям действительно приятно. Вот чувствуешь, что здесь он не дед, там далеко, а вот здесь этот пряник. Ага. Холодей от ужаса. Ты делял, когда-то с другом, защищай с ним и убеждаться. Что думал, конь огонь. Эх, как хорошо. У меня сразу по черту сходит обнимание. Вот. Хорошо, ребята. Да, пряник в то время, это не только лакомство и игрушка. А что еще для этого мальчика? Просто так он получает этот пряник? Или же он, сила? Он его зарабатывает, зарабатывает, заслуживает. Он его должен заслужить, заработать. То есть, получается, своим трудом. А что должен он сделать для того, чтобы получить этот желанный подарок? Влад. Он должен собрать ягоды. Он должен собрать все ягоды. А, то есть, должен собрать ягоды, чтобы? Чтобы бабушка продала эти ягоды и купила ремонт, когда я спрашиваю. И вот этот пряник, младец, как будто бы награда за труд. И эта награда, наверное, ценится еще больше, чем подарок, полученный просто так. Скажите, пожалуйста, смог ли вы выполнить этот наказ главный герой? Получилось ли это у него? Получилось ли? Получилось ли сначала? Так, 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 мы не будем. Он привез ягоды все-таки бабушке или нет? Нет. Нет, он их не привез. Так почему же это не получилось? Вот чтобы ответить на этот вопрос, мы будем работать в группах. Каждая из групп, слушай меня внимательно, даст характеристику одного из героев или группе героев. Так и да? Но для начала мы должны с вами посмотреть, вернее вспомнить и сказать, что же нужно нам для того, чтобы дать характеристику. Мы же не можем просто начать работать не знаем с чего. Давайте еще раз вспомним. Пожалуйста, Аминова, что сюда входит в характеристику? Что мы ищем? Садись, растерялся. Какие-то моменты из текста. Что именно? Что сюда входит? Что сюда входит? А, речь героев. Хорошо, еще. Винти моменты с описанием внешности героев. Внешности героев. А что такое внешность? Что такое внешность? Это что может быть в паризме эту внешность? Да, потому не одеты вокруг. Вот, лицо, одежда. Хорошо. Еще что может быть? Целью приведения, характера, поступков. Молодцы. А что еще может подчеркнуть характер наших героев? Вспомним семью Реботти. Что у него там? Ну-ка, 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 что? Что может еще быть? Помимо поступки, поступки. Мы говорили, ищут, выкликивать не будем, руки, да, поднимаем. Что еще? Так, ладно, подзабыли. Может быть, еще дома. Вспомните дом, да, Реботти? Мы уже. Внешность, речь, деталь, поступки, взаимоотношения с другими персонажами, мысли, чувства, предыду. То есть, все, что есть, все, что мы найдем, все, что сможем, мы сделаем. Но для начала вы должны послушать меня внимательно. Итак, первая группа, в старшей группе у нас будет Индира, даст характеристику главного героя, рассказчик-проискователям детей. Вторая группа даст характеристику Леботевского сальки. Третья группа даст характеристику бабушке. И четвертая группа даст характеристику семье Леботева и Леботевским с этим ребятишком. Скажите, пожалуйста, ребята, что будет нам помогать во время работы? С чем мы будем работать, Грида? Мы будем работать с текстом. Текст у нас по-другому. Итак, все начали работать. А что бы вам было не так, может быть, будет, а даже не весеннее, я включу. Семьдесят целые... Я расскажу по поводу... Шенка, шеста. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Итак, ребята, я надеюсь, вы смогли создать симфонию. Давайте сделаем так. Послушаем от каждой группы по одному стеклееру, чтобы успеть ответить им. Пожалуйста, с первой группы. С первой группой. С первой группой. Сальчик. Добрый, наивный. Переживает, любит, радуется. Он может стать моим другом. Другом. Хорошо. Вторая группа. Ильза. Санька. Драчливый, злой. Глаголы. Драться, шантажировать, врач. Мне не нравятся такие люди. Синоним драк. То есть мы, честно говоря, не будем назначить, только непосредственно с самими характеристиками. Итак, пожалуйста. Бабушка. Добрая, заботливая. Людей, поддерживает, умеет вращать. Она похожа на мою бабушку. Доброта. Хорошо. Очень хорошая симфония. Получается она, да? Итак, пожалуйста. Синяя, лимончиков. И путевые, и шустрые. Дерутся, рукаются, голодают. Дерутся и рукаются со всеми. И залаберны. Ну, не залаберны просто. Так вот, да? Хорошо. Молодцы, ребята. А теперь послушайте меня внимательно. Несколько детей у нас подготовили рисунки к этому произведению. Пожалуйста, их нужно, наверное, будет нам защитить. Пожалуйста, в доске Лиза, да? Вознесла рисунок и защитили. Почему? Я изобразила главного героя. Он у меня с взрослыми волосами, что показывает, что он из исконно русской деревни. Я нарисовала его с синими глазами, у которых беда доброта. Он у меня с веснушками. Он дитя солнца. Ведь часто, ведь всю жизнь он проводит у бабушки в деревне. Он одет в синюю туфту, очень аккуратно, ведь воспитывается в строгости. Хорошо, молодец. Так, дальше. Я нарисовала главный герой именно таким, потому что он ассоциируется у меня с добротой, с чистотой сердца. Он у меня блондин. Светлые волосы – это его добродушность, отзывчивость. Голубые глаза – они подчеркивают его доброту, чистоту его сердца. И белая аккуратная рубашка. Готовьте, пожалуйста, кластеры к своим героям. Давайте посмотрим на слайд. И еще раз вспомним, что такое кластер, как его делать. Мы над этим работаем не раз. Положите, пожалуйста, к сапогу бумагу А3. И в течение нескольких минут мы... Мы надеемся, что мы начинали. Мы надеемся, что мы не будем делать. Итак, ребята, все посмотрели, сейчас мы будем защищать наши кластеры, то есть объяснять, почему, что у нас так получилось. Пожалуйста, первая группа на защиту объясняет свой кластер. Главное дело соединение в себе, доброту, отзывчивость, наивность, радость, переживание, стыд, трудолюбивость, трудолюбивость. Скажи, пожалуйста, почему у тебя стыд и переживание изображены красным цветом? Потому что это просто так? Или все-таки что-то означает? Может, что-то означает? Красный цвет, как будто цвет какой-то сильных эмоций. Согласны с этим? Так, какой-то цвет огня, скажем, может быть, что-то было где-то. Ага, хорошо. Так, цвет радости у вас получился зеленым. Наверное, вы тоже о чем-то говорили. Хорошо. Пожалуйста, следующая группа. Станка соединена в себе грязь, дерзость, безответственность, агрессию, драку, злость, вранье, шантаж и манипуляцию. Продолжение следует... ... Продолжение следует...